А мы переходим к оперативной информации к этому часу. Итак, украинские бойцы сбили на Днепропетровщины и Одессы вражеские беспилотники-разведчики. Попаданием нашей ПВО они отправлены по известному курсу безвозвратно. Сейчас я процитировала Одесский городской совет. Известно также, что российские войска разрушили еще 12 домов в Луганской области 19 раз. Сейчас открывали огонь по жилым кварталам населенных пунктов за предыдущие сутки, за 30 апреля. Об этом сказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Также Сергей Владимирович сказал, что российские войска сосредоточили усилия на штурме села Орехово. Уже 1 мая эта информация была от Сергея Владимировича. По данным Гайдая, российские войска также пытались обстреливать Екатериновку Нижнее из самолетов. А Золотое-3 это поселок Луганской области. Он разрушен на приблизительно 70%. 30 апреля был нанесен ракетный удар по аэродрому Одессы. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко это подтвердил. И по его словам, оккупанты били из ракетного комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма. Взлетно-посадочные полосы аэропорта Одессы потерпела разрушение. Как он отметил, слава богу, никто не пострадал. Известно также, что вооруженные силы Украины взяли под контроль населенные пункты Верхняя Роганка, Русь-Колозова, Слободское и Прелестное. Это Харьковская область. Напоминаю вам, идет контрнаступление украинской армии на Харьковщине и на некоторых других локациях. Мы не будем называть специально, дабы не давать врагу понятия, где нужно усилить оборону. А в Херсонской и Запорожской областях сейчас нет мобильной и интернет-связи, госпец-связи. Оккупанты отключили электроснабжение и оборудование мобильных операторов в областях, а затем перерезали волоконно-оптические магистральные линии. Сети нет и у всех операторов мобильной связи. Тем временем Виталий Ким, глава Николаевской областной военно-гражданской администрации, либо областной государственной администрации, в своем телеграм-канале показал фото взрыва на Николаевщине. После этого производили проверку воздуха, как говорит Ким, на содержание вредных веществ. Сейчас уже известно, что это селитра, нитроамофоска, воздух сейчас чист. Говорит Виталий Ким, это удары были по удобрениям украинским. Виталий Ким написал у себя в телеграм-канале, что так вот оккупанты борются против украинских удобрений. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия выпустила по Украине 1300 ракет. На вооружении Российской Федерации осталось вдвое меньше. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. По оценке Forbes, общая стоимость выпущенных по Украине российских ракет составляет 7,5 миллиардов долларов. Известно также, что в районе Азовстали, это, напоминаю, Мариуполь, в сопровождении джипов ООН и машин с белыми флагами, прибыли эвакуационные автобусы, делегации ООН и Красного Креста продолжают переговоры по выводу людей с территории завода. Сейчас видите эти кадры на своих экранах, эти кадры давали и российские, и СМИ, и о новости показывали автобусы с буквой «З», которые везли людей в непонятном направлении. Неясно было, то ли на украинскую территорию, на территорию подконтрольной украинской власти, то ли на временно неподконтрольную территорию. Сейчас уточняем эту информацию. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили ситуацию на фронте, в том числе и в Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия по достижению мира. Также Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве, поблагодарил ее за поддержку нашей страны, помощь в противостоянии российской агрессии. Владимир Зеленский также наградил орденом княгини Ольги, спикера Палаты Нэнси Пелоси, за, цитирую, весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества. Сейчас можем услышать прямую речь. Я вам благодарен за этот сигнал. Сигнал мощной поддержки Украины, поддержки США, народа США, Конгресса и двухпалатной поддержки, и двупартийной. Этот сигнал высоко ценю я, как президент, наша команда и народ Украины. Это говорит о том, что США сегодня лидер мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации. И я за это хочу поблагодарить, за то, что помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность. Суверенитет и территориальную целостность. Мы приехали, чтобы поблагодарить за вашу борьбу, за свободу и сказать, что вы являетесь передовой свободой, и что ваша борьба – это борьба за всех. И мы привержены оставаться рядом, пока эта борьба не будет завершена. Анжелина Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове. Она встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, это Донецкая область. И также Анжелина Джоли успела побывать в местном интернате. И вот во время посещения Анжелиной города Львов ей пришлось бежать в укрытие из-за угрозы ракетного удара. Мы можем сейчас это увидеть на наших экранах. И начинаем первую тему нашего эфира. Я напоминаю, что в начале каждого наших эфира мы говорим о текущей военнополитической ситуации в Украине. Начнем со слов президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Россия собирает еще большие силы, дополнительные силы для новых атак против украинской армии на востоке украинского государства. Нагнали подкрепление на Харьковщину, пытаются усилить давление на Донбассе. Россия потеряла в боях этой бессмысленной для нее самой войны уже более 23 тысяч солдат. Но на этом не останавливается. Также добавил президент Украины. Давайте сейчас его услышим. Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых были почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте, в апреле месяц набирают новых людей. Со слабой мотивацией, со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество, чтобы можно было бросить наступление и эти подразделения. Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели. Продвижение российских войск в Украине значительно замедлилось. В первую очередь, благодаря жесткому отпору, который непрерывно дает оккупантам украинская армия, ну а также благодаря помощи международного сообщества. То, что российские войска буквально увязли в украинских черноземах, констатировал аналитик Алексей Мельник. То есть вся эта российская операция идет явно не по плану, идет вяло. И, в общем-то, учитывая то, что все это должно быть по фановленному российскому плану завершено к 9 мая, то сейчас перспективы такого, скажем, даже локального успеха России довольно призрачные. Российские войска уничтожили либо разрушили уже более 250 заведений культуры в Украине. Минкульт украинский об этом говорит. Это библиотеки, музеи, культурные учреждения, церкви и другие объекты. Некоторые из них полностью разрушены, некоторые частично, часть, кстати, ограблены. Если говорить в том числе о церквях, видим, духовность все-таки позволяет, я так понимаю, российским войскам грабить церкви. Наверное, и так. Российские войска продолжают бесчинствовать, напоминаем, на востоке Украины непрерывно обстреливают рубежные попасные. Есть информация с Орехова, что также там начался штурм этого города. Однако наши военнослужащие украинские дают достаточный отпор. Военнослужащим Российской Федерации переходят также в контрнаступление. Уже возобновлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободская и Прелестная. Это Харьковская область. Об этом говорит украинский генеральный штаб вооруженных сил Украины. Подробнее ситуация в Украине на 67-й день войны. Далее в материале. Это многострадальный украинский Мариуполь. В городе практически не осталось живого места. Вот танк оккупантов. Он расстреливает жилой дом, в котором нет украинских бойцов, но есть мирные жители. И это яркий пример того, почему мариупольцы, в том числе скрывающиеся на территории завода «Азовсталь», боятся выходить из подвалов и не верят захватчикам, которые рассказывают о возможности безопасной эвакуации из города. Накануне нашим защитникам все же удалось вытащить из-под завалов 20 человек и эвакуировать их из города. Целую ночь по заводу работала ствольная вражеская артиллерия, которая привела к новым завалам, новым разрушениям. Режим тишины, который должен был начаться в 6.00, начался только в 11 часов. Сейчас проводится специальная спасательная операция силами военнослужащих полка «Азов», где мы из-под завалов тросами достаем мирных жителей. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Оккупанты разрушили еще 12 домов в Луганской области. 19 раз открывали огонь пожилым кварталам населенных пунктов. Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по одесскому аэродрому. Ракетные установки «Бастион» били из Крыма, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Жертв и пострадавших нет. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы разрушена. Слава богу, никто не пострадал. В области проводятся противодиверсионные работы. Они проводятся для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесской области в период длительного комендантского часа. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одессе длилось 5 лет. Работа над реализацией проекта заняла почти 10. Полосу торжественно открыли в прошлом году. И благодаря этому город вышел на новый уровень развития, как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма. Благодаря новой полосе мы ожидали колоссальный приток туристов со всего мира. А вместо этого получили сегодня ракетный удар. Но Одесса – это не тот город, который сдается перед трудностями. Мы обязательно остановим полосу после нашей победы. А к нам приедет еще больше туристов. Геннадий Труханов. Одесский городской голова. Российские оккупанты проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города. Николаев и Кривой Рог сообщают в генштабе ВСУ. Просыпаемся мы здесь не под шум будильников, а под шум разрывов мин. Добивают сюда и дальше. Это каждый день и каждую ночь. Сейчас вот удивительно редкие минуты затишья. А в британской разведке сообщают о том, что Россия пытается узаконить свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории. Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад, а также укрепит безопасность позиций Российской Федерации в Крыму. Однако президент Украины Владимир Зеленский уверен, все временно оккупированные территории мы вернем под контроль Украины. Марьяна Кречет, специально для информационного марафона Freedom, телеканал АЮЭЙ. И прямо сейчас к нашему эфиру уже присоединяется Николай Григорьевич Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Мы уже привели цитату Алексея Мельникова о том, что несколько замедлились российские войска на территории Украины, и они буквально увязли в украинских черноземах. Как вы в целом оцениваете ситуацию на фронте на 67-й день войны? В первую очередь нужно отметить, что Путин пытается показать, что есть уже вторая фаза войны, и уже не вся Украина, а только отдельные регионы являются ее целью. Это Донецкая, Луганская область, это Херсонская, сейчас Запорожской области, и, конечно, где-то пробивать коридор по южным направлениям, включая Приднестровье. Но для решения этой задачи мы видим, что уже ресурсов Путина практически нет, стратегических ресурсов. Это, в первую очередь, конечно, и боевые техники третьего и четвертого поколения, которые он использует в начале, она в основном разбита. Это, конечно, специальные подразделения, которые мы знаем, это ВДВ, которые они очень гордились. Это силы быстрого реагирования, это, конечно, вагнеровцы, кадыровцы. В данной ситуации они уже показали, как они действуют в Украине, проводя зверства. А, с другой стороны, какие они бойцы. По моим направлениям они были разбиты на голову по 30-40% личного состава, а некоторые 80%. Поэтому вот эти все ресурсы, которые остались, сейчас концентрируются уже как бы под новой задачей. А новая задача, это, конечно, те регионы, где Путин пытается сейчас создать анклав для полного контроля Российской Федерации. Конечно, это европейские регионы Донецкой, Луганской области, это регион Херсонской, ну и, конечно, частично Запорожской. Николай Григорьевич, единственное, что выключили вы камеру, просим сейчас вас опять вернуться в картинку, чтобы мы вас видели. Будем пока показать карту боевых действий, это по состоянию на 30 апреля 2022 года, понятное дело. Видим основные точки соприкосновения, самые горячие точки. Вот здесь это Харьковская область, тут и есть Николай Григорьевич с нами на связи. Вот такая сейчас ситуация. Харьковская область, говорили о трех освобожденных населенных пунктах. Сообщили о них ранее, к сожалению, некоторые люди, но, тем не менее, вооруженные силы Украины отбили там атаки. Ситуация вот такая с Херсонщиной постепенно. Николай Григорьевич, а вот что с Херсоном? Говорят некоторые ваши коллеги и вообще эксперты, что постепенно подбирается украинская армия под Херсонщину как раз. Что вы об этом скажете именно под сам город? Ну, в первую очередь, мы контролируем все основные направления и удары, которые проводятся на востоке, конечно, на юге и по Херсонщине отдельно. Мы понимаем, что Россия сегодня уже знает, что мы можем окружить именно этот регион и фактически отсечь даже от Крыма, поэтому создать условия для окружения. Это очень опасная для оккупантов ситуация. Они этим, так сказать, сейчас именно обеспокоены, пытаются нарастить там усилия. Мало того, не только оборонятся, а в некоторой степени планируют отдельные наступательные операции. Но так не получается. Мы фактически сейчас и со стороны Николаева, и со стороны Одессы и других операционных зон, конечно, мощно ведем атаки на них. По многим направлениям уже продвигаемся, правда, немного, но это конкретные продвижения по направлению к морю даже. Поэтому в данной ситуации угроза постоянно есть. И мы не только не дадим условия для наступления на Николаевскую область, на Запорожскую, на Кривой Рог, а, соответственно, уже готовность проведеть более масштабных операций. Но это, так сказать, тема, которая сейчас не обсуждается открыто, но стратегически к этому мы готовы. Я думаю, что в данной ситуации юг будет очень надежно защищен, включая уже Херсонское направление, Одесское, очень важное сейчас направление. И, конечно, Россия пытается в этом же регионе создать анклав противостояния с Приднестровьем, перебросить туда определенные силы. Это, в первую очередь, спецназы, это определенную технику, у них еще есть для того, чтобы держать определенный контингент вооруженных сил Украины возле Приднестровья. Создавая провокации, массовые диверсии, уже есть обращение на 2 мая, что мы там, якобы, будем проводить какие-то диверсии, операции, чтобы Приднестровцы поднимать против Украины. Но там перспектив в них нет. А провокации, чтобы держать напряжение в этом регионе, это будет уже проводиться в ближайшие дни, мы видим. Но мы их упреждаем и оперативно, и информационно, и в боевом формате. Поэтому южные направления не имеют сейчас перспектив особоусиления со стороны россиян, потому что растянут фронт. Сил достаточно уже нет. Мобилизация, которая такая скрытая была по разным направлениям, в разных регионах, она проведена до 40 тысяч, они сконцентрировали. На это разбили их по изумскому направлению, Донецком, Луганском, Запорожском, то есть частично Херсонском. Это небольшие силы, мы их понимаем, мы знаем. Они концентрируются в отдельных направлениях ударов, там, где вот они по километру полтора где-то продвинулись. Но с другой стороны, мы уже это все отслеживаем. Наша кооперация с иностранными разведками дает возможность отслеживать все действия войск противника в режиме онлайн. И не только технику авиации, там, или где они размещаются на базах формирования, а любое передвижение. Поэтому мы можем действовать на упреждение. Тем более поступающая сейчас новейшая техника и вооружение, включая ракетные, танки, бронетанковые и другие средства, позволяет нам упреждать наступательные операции со стороны Херсона, со стороны Изюма. Мы уже показали, как ударили мощно по центру управления армейского уровня. Это очень важнейший центр. Поэтому мы имеем и возможности, и разведданные, но, соответственно, уже средства, которые каждый день нарастают. Поэтому да. Николай Григорьевич, можем ли мы говорить о том, что на юге нашей страны все-таки действительно Россия теряет наступательную способность, и, в принципе, наступать уже может украинская армия очень скоро? Я скажу так, что в данной ситуации они не могут выполнить те задачи, которые ставили захват уже полностью Донецкой и Луганской области, и особенно юга, потому что в направлении юга мы все операции и планы знаем. Мы имеем, соответственно, силы и средства для противостояния, и мы, соответственно, сейчас готовим новейшее вооружение, технику для нанесения ударов. Поэтому мы сейчас занимаем больше оборонительные позиции, измотать противника, но, соответственно, уже по отдельным направлениям мы продвигаемся, и в перспективе я вижу, что это уже будут страдинские операции против противника, и по Херсонскому направлению, Запорожскому направлению, где они проходят, тем более Одесские и другие регионы мы надежно будем не только защищать, а освобождать по всем направлениям, где они сейчас находятся. Им уже не помогут именно те дополнительные силы военно-морской флот, потому что сейчас мы имеем уже и контрбатарейные средства, ракетные средства против Черноморожского флота России, которые ограничены в своих действиях. Из них только есть определенная, там еще часть подводных лодок и кораблей с карелатыми ракетами, но они очень ограничены. Поэтому там больших наступательных операций не будет. Николай Григорьевич, я вот делаю такой итог. Ранее очень много ваших коллег говорили о том, что Путин будет делать мини-победу, какую-то маленькую победоносную войну вести до 9 мая. А не получится ли так, что до 9 мая российские войска будут настолько уставшие, деморализированные и многое другое, что не то, чтобы идти вперед, а начнут отходить назад. Как раз к этой сакральной дате начнется украинское конкретное контрнаступление по всем фронтам. Ну и сейчас не будем раскрывать планы наши. Естественно, без каких-то, да, без открытий планов. Да, но в целом, да, здесь перспектива сейчас наступальных операций по отдельным направлениям до 9-го. И, соответственно, после 9-го. Это сейчас наша стратегия, которая именно завершаться будет успешным направлением. Тем более мы будем иметь новейшие возможности. Также не будем особо их раскрывать. Но то, что... А теперь что Путин? Я просто знаю лично и других его приспешников. Они, конечно, попытаются сейчас на 9-е создать иллюзию побед. Каких побед? Ну, захватных территорий, которые они еще имеют. Они будут еще держать туда любые территории, чтобы мы не сумели продвинуться 9-го числа хотя бы на стратегическом направлении Донецка, Луганска, ну тем более юга. Вот в данный момент будут... Если я расскажу, что они, соответственно, освободили, как кавычка говорю, территорию Донецка, Луганской области. Где-то пробили коридор на юге. Демилитаризировали наши... Где-то пробили коридор на юге. Демилитаризировали наши войска. Противостоят именно там НАТО и тому подобное. То есть будет отчитываться, что большой-большой успех на фоне больших противоречий. Мы видим, как СМИ России показывают именно все картинки. Там, где даже провал, там, где разбитая техника, они покажут, что это наша техника. Это российская. Но они снимаются со стороны, чтобы не видно знаков. Соответственно, будет большой такой формат информационной войны. Больший фейк по конкретным фактам. И большая победа, как и будет. Но, с другой стороны, будет показана угроза. Уже мировая угроза России. Со стороны Запада. Какой-то насыстский, как они уже говорят об этом. И формируется позиция после 9-го. Кроме отчетов по победе. Начать именно какие-то более активные мобилизационные ресурсы в отношении Украины. Это вторая составляющая. Которая может составлять еще определенную опасность после 9-го числа. Потому что мода явно будет мобилизацией. И уже явление формы не спецоперации войны. Эти сценарии тоже рассматриваются в российском военном руководстве. Хотя часть российских уже, как бы, влиятельных лиц возле Путина. Сказано то, что нужно постепенно возможно сворачивать операцию. То есть, показав якобы успехи. Выходить на переговорный процесс. И уже договорятся как-то миг. То есть, два сценария. Сейчас на порядке дня ставок. Один сценарий – это, конечно, усиление борьбы. И мы уже идем победным шагом в перспективе. И освобождаем территории. Включая не только Донецк, Луганскую область и Крым. Это тяжелый сценарий. И он длительный. Более, так сказать, приземленный сценарий – это, конечно, освобождение территории по 24-й примерно февраля. И мир на наших условиях. В отношении гарантии безопасности. А в перспективе уже будет стоять вопрос и о Донецке, Луганске, и всех образованиях, и Крыме. Вот эти сейчас основные направления прорабатываются. Николай Григорьевич, я уверен в том, что в генштабе вооруженной силы Российской Федерации, несмотря на мечты Путина, чтобы захватить полностью Донбасс и другие области Украины, Николаевская, Одесская и так далее, они прекрасно понимают то, о чем вы в том числе говорите, и украинский потенциал, и свой, собственно, потенциал. Если они это понимают, представим, а зачем тогда в Энергодаре, в Мелитополе, в Херсоне, по разным данным, и других городах, которые временно находятся под контролем вооруженной Российской Федерации, вводится рубль? Зачем? У нас буквально три минуты, у нас еще несколько вопросов. Николай Григорьевич, попрошу чуть короче дать ответ, но полный в том числе. От вам слова. В первую очередь, то, что они хотят создать, во-первых, анклав, контролированный Российской Федерацией. В ходе переговоров торговаться, что эти территории остаются за Россией. Это как бы самый такой приемлемый сценарий для России, что такого реально не будет. Но уже то, что создали там условия, что граждане якобы уже поддерживают такой сценарий, они это будут сегодня внедрять, уже и практики, и перспективы будут держаться за эти территории. Это как бы первая составляющая для вот этой большой, условно, фейковой победы. Вот, поэтому в данной ситуации таких перспектив для них нет. Но сейчас они будут демонстрируют, что это есть, они это все делают на практике, и, соответственно, будут подавать российскому обществу, что уже создали анклавы российских территорий на территории Украины. Financial Times сообщает о том, что у Российской Федерации уже есть недостаток высокоточных ракет, и мы знаем, что в Украине было выпущено 1300 ракет. Мы можем оценивать хотя бы приблизительно, что осталось у России? Если мы смотрим по астрадийским ракетам, например, «Эскандер», там, например, «Калибри», там, «Кинжал», там буквально единицы, это потенциал где-то на 30-40%, который остался в Российской Федерации. Остальное оружие – это грады, это ураганы, это тактического формата. Поэтому в данной ситуации они еще определенные средства имеют для несения ударов по всем городам Украины, как правило, наносят по инфраструктуре, живым домам. Но если мы говорим о перспективе большой войны, этот потенциал исчерпывается. Альтернативы нет. Средства, которые они закупали в Германии, прямо скажем, в США, в других странах, в Японии, например, уже не поступают. Соответственно, быстро воспроизвести невозможно. Поэтому потенциал ограничен. Путин это понимает. Поэтому спешит вот сейчас какие-то территории занять для того, чтобы диктовать нам условия. Но понимает, с другой стороны, что, возможно, системный прогресс. Потому что высокоточное оружие они теряют, а мы, наоборот, приобретаем и массово. Объединившись в формат 40 стран, 40 стран Минобороны, это не только политическая, экономическая, финансовая и экстанционная политика. Это средства, вооружение, техника, ракеты. Это то, что поступает каждый день. Это уже новый формат миропорядка. Россию не выиграть. Поэтому будут договориться на каких-то условиях, чтобы режим не упал до конца. Я думаю, что где-то в майские периоды, наряду с возможными какими-то угрозами, параллельно будут идти предложения по переговорному процессу и создание каких-то предпосылок для мирного договора. Услышали вас, Николай Григорьевич. Спасибо большое за ваш анализ. Берегите себя. Напомню, что Николай Маломуш был с нами на связи, генерал армии Украины и экс-начальник службы внешней разведки Украины. Путин уже сегодня может прекратить войну против Украины и в этом случае не будет необходимости в поставках дополнительного вооружения для украинских сил. Такое мнение в нашем эфире выразил официальный представитель Госдепартамента США Андрея Калан. Давайте послушаем. Путин может решить, закрыть, остановить войну сегодня. Он может это запросто делать. И тогда не надо больше поставок оружия. Не надо больше помощи. Ну, будет, конечно, нужна помощь, чтобы восстановить страну. Но со стороны военной помощи тогда не надо. Так что Путин может решить сегодня, остановить войну. Он может вывести войска из Украины. И может начать конструктивный дипломатический диалог. Это то, что мы хотим. Это то, что мы ждем. Но пока мы не видим, что Путин готов к этому. Одесса остается для России целью, как и прежде. Но с имеющимися силами страна-агрессор потерпит поражение в битве за город. Об этом сказал Ричард Вайтс, старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте. Заявил он это в интервью нашим коллегам. Сейчас можем услышать. С теми морпехами, которые у них есть, я бы сказал, что такая операция нереальна. Последняя подобная операция была успешно проведена в 1950 году, когда ВМС США и генерал МакАртур провели Инчхонскую десантную операцию, которая застала врасплох северокорейскую армию. Но с тех пор практически никто такого даже не пытался делать, потому что это очень тяжело. Кажется, что они угрожают проведением такой операции просто, чтобы удерживать какую-то часть украинских сил там. Но, насколько мне известно, большую часть морской пехоты они уже высадили, и она теперь ведет бои в районе Мариуполя. По большому счету, это просто дополнительная пехота. Закроют на полтора дня. В Одессе объявили затяжной комендантский час. Он будет действовать с вечера воскресенья и до утра вторника. В этот период город не будет принимать поезда и автобусы из других областей. На улицу Одессита можно будет выходить только лишь для того, чтобы выгулять домашних питомцев. Такие меры приняли, чтобы избежать провокации в годовщину трагедии 2 мая. Подробности в сюжете наших коллег. Избежать провокации и не подвергать опасности жителей города в случае ракетных ударов. В Одессе на годовщину трагедии 2 мая ввели затяжной комендантский час. Он будет длиться полтора суток. Моим распоряжением на территории города Одесса вводится комендантский час с 10 вечера 1 мая до 5 утра 3 мая. По распоряжению городских властей во время действия комендантского часа находиться на улицах города без специальных пропусков запрещено. Работать не будет и общественный транспорт. Закроют городские автостанции, привоз, старостяная, привокзальная, а также центральный автовокзал. Об ограничениях предупредили и местных, и международных перевозчиков. Категорически запрещено передвижение по городу собственным автотранспортом в указанный период времени комендантского часа. Полностью остановят и работу ЖД вокзала на станции Одесса-главная. Пригородные поезда, которые курсируют по области, но не въезжают в город, движение продолжат. Определили и правила для владельцев домашних животных. Выгул собак разрешается вблизи дома, не удаляясь от места жительства, с максимально коротким временем прогулки. При себе иметь документы, удостоверяющие личность. Без изменений будут работать только предприятия критической инфраструктуры, скорая помощь, спасатели. Компаниям с непрерывным циклом работы необходимо обратиться в Департамент экономической политики областной военной администрации. Остальные работодатели должны огласить 2 мая выходным днём. Приближается важная дата для нашего региона, связанная с трагическими событиями 2 мая. Сегодня, осознавая меры полномасштабного вторжения и посягательства на лакомый кусок Украины, мы остро понимаем все вызовы, которые готовят для нас расисты. Чтобы обезопасить граждан от подлых провокаций и откровенных преступлений, с 1 по 3 мая в городе будет усилен комендантский час. Такие меры безопасности одесситы поддержали. Кучка делается, конечно. Мало, но лечит. Не вообще можно ожидать. И пути на Мозглубе. Страшновато, честно говоря. Обстановка не очень располагает. Напомню, 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе во время движения двух колонн произошли столкновения между активистами Евромайдана и участниками акции «Антимайдан». Погибло шесть человек. Более двухсот получили ранения. В тот же вечер в Доме профсоюзов на Куликовом поле в результате пожара 42 человека сгорели внутри здания. Основные ограничения коснутся также и жилых массивов города, которые примыкают к области. А вот в самой Одесской области режим комендантского часа остаётся без изменений. То есть с 22.00 до 5 часов утра. Виктория Синько, Никита Бабенко из Одессы. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала ЮЭЙ.